Нурок Мултс Тимас Четотен Републичи Молдова Так Я косовую диафару ляргий музик Так, ну че Так, вижу, что наши Наши зрители подключаются Вижу север, юг, бельце Вижу даже работников Бельской Примарии Саутердин, Дублин На улице концерт какой-то На улице свадьба Нурок Мираса Филичтыр Ламул Цань Так, да куа менял диспозитил оболз Так Пить Горько Молдом Да, да, ребята, смотрю на таком позиции Вот приглашают на улицу в хору В хору танцевать Ну, по крайней мере, когда у людей положительные эмоции Положительная реакция Значит, это радует Несмотря на Очень тяжелую ситуацию в стране Значит Значит Что у нас происходит сегодня Прокомментирую события последней дней Значит Регистрируются Инициативные группы для сбора подписей За того или иного кандидата Мы Зарегистрировали инициативную группу Значит Начинаем Завтрашнего дня Сегодня пройдем все процедуры Откроем счет И так далее Значит Завтра начинаем собирать подписи Значит Завтра я лично буду Участвовать Вместе с кандидатом в президенты Дмитрием Чубашенко В сборе подписей Значит Завтра утром будем Начнем в Кишиневе Потом мы перемещаемся Перемещаемся в В Кагул Потом в Камрад Бельце Значит Хочу сам в этом поучаствовать Заодно увижу Многие населенные пункты в стране По которым я Если честно Соскучился Значит Мне нравится Как ведут себя Демократы Вчера Пришла информация Севером Молдавии Позвонил Один Руководитель Демонов Значит Говорит Одному из примаров Говорит Так и так Завтра во сколько будешь На работе То есть речь шла о сегодняшнем дне Тот Говорит Ну буду до обеда Потом у меня там Командировки Там дела Он говорит Плохо Он говорит А что он Говорит Хотим зайти Примария должна поставить печать Уже на собранной подписи То есть еще не зарегистрировали Еще не выдали на руки Подписные листы Значит Они сегодня уже хотят Ставить печать Собранных На Собранные подписи Значит Вы видели Я выставил несколько сообщений В фейсбуке Удалил Чтобы не было видно Кто отправил Потому что вы видели Работник Налоговой инспекции Кривлян Значит И Второе По-моему С Дроки Да Значит Где людей заставляют Сегодня Всем В конце рабочего дня Подписывать Подписи За лупу Значит Такая же ситуация На некоторых предприятиях Бельцах Которые Подконтрольны Минэкономики Я понимаю Что конечно За лупу Сложно Легко собирать Подписи Но за лупу Сложно голосовать Какой бы не был Модный у него призыв Четко я понимаю Я говорил В одном из своих Видеообращений Можете посмотреть Пару недель назад Я говорил о том Что Плохотнюк На Одном из своих Совещаний Сказал Что Будем Выдвигать Моря на лупу Но Это мертвый Кандидат Поэтому Технический Кандидат Как они назвали Реально Будет он Поддерживать Другого Кандидата Вот наша Задача В ближайшее Время Понять Кого Плохотнюк Будет реально Готовить На На должность Президента Продвигать Значит Потому что Моряна лупу Он просто хочет Похоронить Этой предвыборной Компании И Как говорил Когда-то Владимир Николаевич Воронин Я там Давно с ним Встречался Когда Морян Еще первый раз Собирался Стать президентом Разбой Политик Требует Прид Значит Воронин Тогда Скал Одну Очень мудрую Вещь Слушай Ты знаешь Я думаю Что сегодня За то Чтобы ПКРМ Проголосовала За лупу Значит Плохотнюк Может Тротуар Из долларов Сделать От гостиницы Нобел До ЦК Партии Ну Моряна Есть мечта Стать президентом Я на его мечту Не должен влиять Не ты усатый Не должен влиять И все остальные Значит У каждого человека Есть мечта Но то Что он никогда Не станет президентом Это другой вопрос Поэтому сегодня Плохотнюк его выдвинул Для того Чтобы похоронить Последние амбиции Лупу На то Что он что-то может Значит Я думаю Что никакая Фальсификация Не поможет Никакие карусели Они будут пытаться Но мы посмотрим Важно понять Сейчас всю его Игру до конца Потому что Плохотнюк При всем Негативном отношении К нему У большинства Граждан Молдовы Это не является Он Ну Идиотом Его назвать нельзя И Есть четко Просчитана У него комбинация Он бы не пошел На прямые Президентские выборы Если бы у него Не было четкого Расклада Что Он сможет Влиять На Президента Или контролировать Его Так же Как и контролировать Все остальное Поэтому сегодня Про штаны Спрашивайте Пожалуйста На работе Сижу Тогда Поступал Дом Получилось Как получилось Значит Плохотнюк Мы должны Выявить Реального Кандидата С вами Потому что Лупу Еще раз говорю Это технический Кандидат Мертвый Кандидат Которого Даже если Какие бы Вбросы Не делали Это надо Быть Совсем Наглым Чтобы Столько Набросать Голосов Чтобы Вывести Лупу Во второй Тур Потому что Рейтингу Марьяна Лупа Сегодня Полтора Тире Три Процента Значит Вот Да Марьяна Лупа Может Как-то Еще Подрасти Есть Женщины Во многих Населенных Пунктах Которые Ну Так Случилось К сожалению В жизни Потому что Они вышли Замуж До 60 Лет И Смотря На укладку Марьяна Ильича Рост Походка Галстук Катитри Басмолуц Не фикарь Бузнарь То есть Вот те Кто Не вышли Замуж До 60 Лет Часть Из них Будут Голосовать Но Опять же У нас Большинство Женщин Стране Все Так Счастливы И Нет У нас Да Было бы У нас Полстраны Шесть Там Фети Марь Лошед Заждиан Да То Я бы Поверил Что Марьяна Может Набрать Реально 20% Но У нас Таких Там Считанные Проценты Поэтому Это Это Марьяна Может Ну Марьяна Может Еще раз Подрастет На пару Процентов Понимаете То есть Ну Окей Могут Проголосовать Еще Те Которые Ну Когда Они Голосовали В парламенте Там Закон О Недискриминации Там Могут Проголосовать Там Какие-то Голубые Розовые Но Их Тоже В стране Не так Много Давайте Добавим Еще Пол Процента Понимаете Давайте Добавим Туда Тех Которые Заставят Ну То есть Например Они Я вам Расскажу Классическую Схему Многие Из вас Все знают То есть Будут Приглашать Как Делал Филат С офицерами МВД То есть Людей Будут Приглашать Выдавать Им Проштампованный Булетин Значит Где Уже Будет Стоять Печать Вот Ад Напротив Кандидата Залупу Вот Будет Зэс Большой Или С маленькой Я вот Точно Не знаю Но Им Уже Отдадут Проштампованный Булетин Вот Так Значит Они Приходят С ним На Избирательный Участок Спрятанный В кармане Значит Заходят Регистрируются Получают Новый Чистый Булетин Дивод Заходят В избирательную Кабинку Вбрасывают В дворную Значит Тот Уже Проштампованный За лупу А Чистые Они Обязаны Выйти На улицу И Отдать И Отдать Человеку Икс То есть Тем Самым Он Доказывает Что Он Проголосовал Вбросил Тот Булетин Который Должен Был Бросить А Этот Выносит Собой Чистый На улицу Значит По 3000 На район 30 Чем-то Район Ну 100 Тысяч Голосов То есть 100 Тысяч Голосов Если Брать Там Среднее Например 16 Тысяч Голосов Один Процент Значит Получается Процентов Там 7 8 Ну То есть Короче Низ Голубыми Ни Розовыми Ни С Каруселями Если Они Будут Делать Сбросы Там По 5000 В Кишиневе Очень Много Избирательных Участков Плюс Вы Знаете У Нас Количество Избирателей Оказывается Больше Населения Молдова Значит Поэтому Значит Поэтому Они Могут На это Пойти Ну Я Четко Сначала Плохотнюк Вычищал Людей Дьякова Из Районных Организаций По всей Стране Потом Людей Марьяна Лупа И Сегодня Значит Могу Сказать Что Марьяна Он Просто Этим Добьет Для того Чтобы Отправить Его Потом На Скамейку Запасных Или Назначит Его Директором Музея Политического Путанизма В Республике Молдова То есть Как-то Так Так Я В это же Время Читаю Там Вопросы Которые Вы Пишите Какие У нас Шансы Ребят Шансы У нас Сегодня Очень Серьезные К этому Просто Нужно Про Американского Посла Вижу Сейчас Тоже Скажу Шансы У нас Конкретные Биться За Победу Объясню Это на цифрах Сегодня Справа Огромное Количество Кандидатов Сегодня Есть Электорат Центр Права Которых Составляет 45% И Центр Лево Который Составляет 55% Из Общей Массы Значит Тот Некачественный Электорат Как я Говорил Это Сексуальные Меньшинства Это Те Которых Заставят Запугают Будут Участие Карусели Там Несколько Процентов Уйдут Клуб Все Остальное Сегодня Воронин Байкотирует Не участвует Все Остальное Между нами И Партии Социалистов Делится Эти 57% Поэтому Сегодня Если Люди Правильно Проголосуют Я На это Очень Надеюсь Мы Будем Проводить Огромную Работу Значит То Мы Точно Будем Во втором Туре Нам Наша Задача Ребята Сегодня Пройти Во вторую Тур А то Что Потом Мы Выиграем У любого То есть Я в этом Не сомневаюсь Значит Это Вот Вот Значит Так Про Американского Про Американского Посла Да Встречался Вчера С послом Соединенных Штатов Америки Я Рассказал Про те Фальсификации Про то давление Которое Оказывается И на Бельце И на Других наших Примаров Объяснил Все Предстоящие Фальсификации Предложил Господину Послу Передать Своему Руководству Что Перестали Крашевать Плохотнюка Господин Посол Дипломатично Ответил Что Они Работают С тем Кто Является Реальным Руководителем И это Понятно Значит Поэтому Вот Кто Будет Руководить Страной И Сем Они Будут Работать Понятно Вот Спой Парерия Та Деспле Олег Брега Олег Брега 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 публика молодых до знат лупа то пастух какой президент и зима зато какая укладка какая прическа ребят не надо мариан ильич арат фар тебе не почему не получилось выбрать единого кандидата от оппозиции ребят понимаете те партии справа который участвует процесс протестах мы с ними обсуждали но они хотят нейтрального кандидата общего чтобы был правый про европейский значит я выборах не могу участвовать в это знаете обсуждал эту ситуацию и с игорем додоном вместе с андреем на стаса игорь николаевич вот партия хочешь чтобы шел я окей партия николаевича решила партия социалистов решила что идет он мы являемся серьезной крупной партии стране заявили о том что идем мы чуть о ней говорить ничего движут тот комментарий чубашенко не пройдет ха-ха ребят когда я начинал зимой 14 года значит никто не верил в том что усатый сможет создать партию которая сможет реально пройти порог 6 процентов в результате мы набирали так много что нас сняли с выборов поэтому 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 острая спать так ты где спрашивают я в бельсах при марии бельсах при марии стола беру а мужиком опухолевского пошта так как будете бороться с фальсификации ребят я вот разговаривал с одними специалистами по фальсификациям которые этим занимались соседи у наших на территории украины очень много раз и все эти схемы которые возможно на сегодняшний день я там с ними хочу повстречаться они мне должны их детально изложить ну и мы посмотрим каким почему посмотрим какими посмотрим как сможем этому противодействовать дайте подготовиться на эту тему я верю вам но я не верю чубашенко верит ребят значит сегодня я доведу информацию до каждого жителя республики молдова о том что я не могу участвовать выборах а дмитрий алексей чубашенко один из самых порядочных людей которых я знал когда-либо человек который никогда не продастся плохотнику плюс вы поймете одну вещь вы голосуете вот мои сторонники которые будут голосовать за дмитрия чубашенко если не голосуют за чубашенко президент рядом буду сидеть я в администрации президента секретарем совета безопасности советником президента заниматься внешней политикой вопросы безопасности силовых структур среди карта балета с лифаке улора о чем вы вообще говорите ребята о чем вы говорите дом не ферешили фальсов пытаться с улота спи дмитрий алексей шанси и тут нормал бурят резко так как спасибо за оказанную помощь и мне максим арентировать и рад такая ситуация неприятна для меня кстати такой парень максинка он очень похож на моего племянника дениса я спал самолете летел из москвы в кишневку это месяц-два назад ко мне подошел мужчина вот так и так я отец максима там мы вам писали это телегу послушайте дайте мне прийти в себя он обиделся ушел потом на узнал что ну вы понимаете да то есть сплю подходит человек отец максим написали приходит же тысячи писем со всей стороны больше министерства труда и социальной защиты я увидел фотографии вы знаете вот я жил глазами этого ребенка эти два месяца как раз увидел что максимка в москве вроде у него все нормально отправила водителя водитель позавчера по моему встретился с отцом я передал эти 500 тысяч рублей российских то есть как раз сказали очень вовремя значит я пожелаю ему скорейшего выздоровления очень хороший пацан прикольный такой читал там про футбол знаю что футболисты очень многие там когда реагировали на эту ситуацию в россии поэтому максимка будь здоров так главное не к голосу главное кто и как считает ребят если плохиш пойдет на серьезные фальсификации то будем сидеть поверьте у него но били и gbc и считать вместе с вами будем ли добивать примар из флореш да примар из флореш там не очень стыдно перед жителями флореш то оказывается партия мы ни в чем не помогла там вы видели кому-то плохишев скому сайту дал интервью это было решение местного актива также какие в других городах не я выбирал примара выбирали люди на местах я хотел реально пойти по нормальному демократическому пути что получается усатый скишнева не диктовал того ставьте туда того сюда и так далее значит единственная была рекомендация то в городе дроки я попросил поехать туда нину черетил быть кандидатом примара и она сегодня реально там борется со всеми проблемами которые из городе реально работает вот а по флореш так мне стыдно но случилось то что случилось но вы знаете я говорил о том что я буду жестко требуется всех наших а потом буду требовать чужих поэтому я приеду туда обязательно переговорим и жителям города чапа будет сильно много умничать даже если пойдет под под крышу плохотника ему ничего не поможет так что будем делать с додоном если палки в колеса ставить начнем да не начнет он ставит палки в колеса пусть он занимает свою компанию мы свои так кстати хочу обратиться ко всем услужащим тут правильный вопрос ребят те которых заставляют после работы на работе подписываться за лупу значит постарайтесь снять на телефон на скрытую камеру пишите я понимаю что вам угрожает что вы будете уволены но просто можете без того чтобы снять свое лицо просто снять документ который вы заполняете там кого-то кто там сидит команды и так далее до амферешки скандал или фас так сколько будет избирательных участков москве открыт это вопрос миду но в прошлый раз было три это ни о чем посмотрим что будет на этот раз принотри митинг флага партии долин канада бэц у нас лава фичи же вон ты метеда к скидзи он ворчи сары на рпликают таким поломку мини тропилу републичи молдова ламом багаж но контязы камерк энди пла сарик меркла мариу него лавадих бун хадис ведем объем грежеде ваши действия если выбор отменят вот это будет красиво просто мини тент разы и при не птоз конечно бобой шелин датла по поняться а гимпу не помогут там я гимп услышал там размечтался других странах стреляют по люди тоже мне стрелок ворошиловский гимпу вообще бы закрылся где-то в костюженах и не вылезал бы и взял был к себе в палату еще этого своего даринчика стрелять по людям они стрелки мне если от нее серьезно фальсификация проведу длинного как-то во второй тур что маловероятно повторюсь я считаю что у плохотника есть скрытый кандидат которую нам надо с вами раскрыть значит вот поэтому отмена выборов серьезно фальсификация думаю что люди все выйдут без того чтобы предоставлять транспорт придется страны я говорил ребят может быть только один протест до поддержал инициативу гражданского общества 27 августа где независимость у нас там разделили кого-то заблокировали у нас у патри у ребят на бадоне было повеселее кого-то в парке то есть ну да не построили змейку лабиринт следующий раз все должны быть умнее нужно собираться в одном месте они собираться в разных местах так в турции где можно будет проголосовать ребят во всех странах будут избирательные участки начаты текста кстати живут постоянно или чаще всего находится за границей звоните в офис нашей партии и записывайтесь на в каких странах и в каком городе вы можете быть представителями наблюдателем от нашей партии потому что фальсификации может быть очень много в посольствах если не будут наблюдать они сто процентов будут жестко фальсифицировать поэтому звоните с у нас она фичу централ партии до носу кишинелу газы тут информация 5 интернет сау телефону плюс 3 шапки 3 дой дой префиксу кишинелу и зеро дой шапки до зеро зеро так дайте ваш электронный адрес ребят пишите мне в личку в фейсбуке вот на эту страницу где вы смотрите видео и и читаю только будет какой-то серпе старый режим конечно будет ребят хочу напомнить плохиш когда мне предлагал полтора миллиона за то чтобы я уехал из страны он говорил о каком-то кипише в октябре ноябре значит какую-то бяку он серьезно готовит будут работать карусели по полным поселом ладно ребят будем бороться я хочу вас попросить делайте пожалуйста перепосты мне очень важно чтобы эта информация дошла до всех граждан страны во муцемеск пентура теньсе мерзима на интинг куда-то репет мы не чепим адунария семнатуре лоран кишинел у него сфимы чентру рашла вас и я слабяку дупаста мерзима нкагул пиломасы дупаста на комрад то есть комраде будем после обеда то есть минимум три города завтра смогу посетить дмитрием алексеевичем будем участвовать в сборе подписей значит спасибо вам еще раз за внимание вам всем хорошего дня в айбез ну тряса венфрика в нире молдове не свидетели фасим на горы в айбез сила франция па